Пока при хорошем министре обороны некие чиновники как мантру повторяют, мол у солдат все есть, это все на фронт. Вот мы только что с вами слышали, что сказал солдат во включении моего коллеги Трубачева. Фурами гонят не они, а волонтеры. О реальных тыловиках и тыловых грызунах и на Белецкое. Это волонтерский склад и волонтерский штаб прямо на складе. Здесь все решается без тендеров и комиссий. Быстро и эффективно. На складе есть все. Эти комбинезоны, они идут утеплены. Главное в этом комбинезоне, что он не горит. Это очень ценность. Больше 400 штук мы закупили. А вот снегоступы их обувают поверх берцев. Зимой в них легче и теплее. Отмен обороны волонтеры спальников не ждут. Шьют сами. Теплые и непромокаемые. А вот что хотят поставить на конвейер. Выготовление таких габиончиков. Это стена. Сюда насыпается песок. И метровая толщина для блокпостов вытремивает танковый удар. Люди нам приносят использованные газовые баллоны. Мастери выготовляют из них боржуйки. Уже больше 30 боржуйок поехали на Схид. Незабаром будет навага на производство тушенки. Капусты волонтеры наквасили уже на всю армию. 18 тонн ждут отправки, готовили в квартирах, в больницах просто под складом. На ранке. Хлопчикам, если они захочут еще вареники с капустой, мы им будем делать вареники с капустой. Только чтобы они были. Я их там, как сказать, заклинаю, чтобы они все живыми повернулись домой. Их тут ждут, их тут любят. А из стареньких парашютов волонтеры шьют маск-халаты. Трескаться не будет, это точно. Я уже переконалась. Я заморозила в морозильной камере. Достала, оно было холодное. Только эта группа ревницких волонтеров подарила фронту около десятка автомобилей, два из которых реанимобили. При этом теловики повторяют как мантру. Бойцы всем обеспечены. Правда, в командовании Северни не нашлось ни одного человека, кто согласился бы ответить на наши вопросы. Видимо, все и дальше заняты ремонтом штаба. Скажите прямо, есть ситуация, мы пытаемся ее выполнить, не пытаемся, но вызнайте, что она есть. И народ будет понимать, что есть потребность. Признавай свою несостоятельность. Люди в погонах не спешат. Правительство делает вид, будто бы так и надо. На фронт отправляются волонтерские фуры с провизией формы экипировки. Может, тыловую службу Минобороны пора упразднить? Инна Белецкая, Николай Васильев. Подробности телеканал Интер. Ривная. Продолжение следует.